Символ мужества и мира. Сегодня в деревне Осаново Комсомольского района открылся мемориал воинам-освободителям. Для местных жителей это долгожданный праздник. Средства на строительство памятника собирали методом НИМЕ. В торжественной церемонии принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. На главной улице деревни Осаново словно оживают строки из стихов Расула Гамзатова. Тянутся высь белые журавли, а рядом горит вечный огонь. Мемориал увековечит память о солдатах-освободителях, уроженцах этих мест. В списках более 400 имен многие из них погибли на войне. Меня изумило то, что погибшие, самый старший, это моложе меня. А в основном это 21, 22, 23-летние ребята, которые не вернулись с войны. И вот проникшись в эту идею, мы думали и нашлась идея, значит, на стихи Расула Гамзатова, которая перелегла на пенсию журавли, вот воссоздать такой памятник. Это звезда, разорвавшаяся, и души тех солдат, ну как в песне поется. Никто не забыт. Чтобы узнать имена всех односельчан, призванных отсюда на фронт, жители Осаново даже обращались в архивы Москвы. Была проведена огромная работа. Собирал через военкомат, через интернет, через архивы, через книги памяти там все собирал. И нашел еще 15 человек, не меньше 15 человек погибших, дополнение в списку, что было в памяти. И 40 с лишним человек живых, которые не были в списке. На строительство мемориала средства собирали всем миром. Жители и спонсоры внесли в общую копилку более 1 миллиона рублей. Изготовили памятник безвозмездно на одном из заводов республики. Реализовать проект удалось за год. Открытие мемориала для его жителей по-настоящему большой праздник. Мы должны хранить память о подвиге нашего народа, о героизме нашего народа. Каждая семья, в каждом населенном пункте потерпел невосполнимую утрату. Я благодарен всем тем организаторам, которые участвовали в сборе благотворительных финансовых средств. Благодарен инициаторам данного проекта. И то, что мы открываем на самом деле канун празднования Дня Победы, 70-летие Великой Отечественной войны, это имеет огромное значение. В ближайшее время территорию мемориала планируют благоустроить, разбить цветочные клумбы. Внесли свой вклад в общее дело и почетные гости. Сегодня они посадили здесь голубые ели. Медриковалев, Александр Петров, Республика. Правительство Чувашии сегодня обсуждало бюджет нынешнего года. 3,5 млрд рублей на такую сумму по доходам увеличился бюджет республики на нынешний год. В основном за счет безвозмездных федеральных инвестиций. 1,385 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. В том числе 125,7 млн рублей на развитие сельских территорий. В том числе на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. В том числе молодых семей и молодых специалистов. 8,7 млн рублей. Более 620 млн выделили на поддержку здравоохранения. Из них 347 млн на выплату нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Также средства поступили на модернизацию системы дошкольного образования, строительство детских садов, поддержку культуры, физкультуры и спорта и внутреннего туризма в республике. Кроме того, на реконструкцию объектов, инфраструктуры, водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений 285 млн рублей получит Канаж как моногород. Теперь главное выполнить условия софинансирования по федеральным программам, отметил председатель правительства Иван Моторин. Глава Чувашии подчеркнул, дополнительные федеральные инвестиции пришли и сейчас важно эффективно по целевому назначению перечислять средства и тщательно контролировать их использование. С учетом этих изменений параметры бюджета на 2015 год следующие по доходам 36 млрд 928 млн рублей, по расходам 40 млрд 982 млн рублей. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.